ПЕСНЯ Сегодня 27 сентября, по-моему, в православной церкви принято отмечать воздвижение Честного Животворящего Христа Господня. Так и называется воздвижение. По милости Божьей, мне пришлось много исследовать этот вопрос. Праздник. Праздник. Праздник всегда соединяется с отдыхом, праздник. Меняется питание, отношение. В Ветхом Завете нет ни одного праздника, когда во время праздника был бы пост. И так понятно. Праздник – это окончание скорбных дней. Само по себе празднование этого дня ничем не объяснимо. Но я православный, я неоднократно повторю, я строго соблюдаю все, что есть. Но размышлять я могу, потому что есть данные. В воздвижении Христа говорят так, что когда на престоле был князь Константин, его мать Елена предприняла археологическую экспедицию и решила найти этот крест, на котором распад Христос. Делая раскопки, и там под землей, на Голгофе, нашли три креста. А как узнал там, какой крест? Надписи никакой нету. Ведь прошло не два дня, а триста лет. Вот даже на этом только остановиться. Какое дерево было? Повторяю, я православный, все соблюдаю. Я размышления даю. Притом они совершенно неопровержимые. Здесь была потеряевка. Двадцать лет никого не было. Ломали, засыпали. Теперь раскапываем и натыкаемся деревяшкой. Там ничего нет. Вот мы сколько были. Одно гнилье. Пальцем даже брать нечего. А это триста лет. Ну даже первый вопрос. Триста лет. Где-нибудь было такое, через триста лет. И чтобы найдено было и целое. Нам рассказывал один. Когда делали, проводили теперь водопровод, то натурисный водопровод в Санкт-Петербурге, времен Петра Первого. Его делали из лиственницы. Рассказывали пополам. Это самое стойкое дерево. Как-то что-то они могли делать с ним. В зимнее время. И по нему тогда делали выдалблю. Опять соединялись, скручивали. И вода текла. Водопровод-то не было. Вот такое делали. И там сохранилась вода. Ну прошло там сто лет или сколько. То есть здесь условия другие были. Как узнать? В это время хоронили мертвого. Положили один крест на него. Узнать ничего нет. Второй нет. А третий положили он воскрес. И люди увидели такую стилу этого креста, который сразу поняли, что он необыкновенный крест. Патриарх Макарий поднял его над собой. А люди видели воздвиг, воздвижение. Вот с чем связано-то. Кричали, Господи помилуй, Господи помилуй. Православный где-то. Ну и дальше ничего не было уже. Никто не воскресал. Никогда и нигде не было. Теперь показано. В это время вообще там не было ничего. Памятный день был. Строительство храма и окончание его обновления. Обновление это старого. Когда радужет. Это новый храм был. А с этим соединили это событие. Оно совершенно не относится к этому. Мы хорошо запоминаем то, что с нами происходило. Вот ты помнишь, когда у тебя случилось то-то. А теперь точно спроси, когда муж умер там или сын погиб. И начинаю думать, как. Самое важное событие в моей жизни, то, что я встретил Христа. Мне дали Евангелие. Я обратился в 23 года. Большего события не было. Моя жизнь радикально изменилась. В этот день произошло рождение свыше. Крещение Духом Святым. Я все получил мгновенно. Проходят годы. Я все это помню. Меня листовывают. Сжигают все письма. Даже о дяде, который с фронта был. Без слез вспоминать нельзя. И теперь, когда потеряю, поначалу восстанавливать. Я сделал запрос в Синод. Можно ли нам общину назвать? Через Крестово-Зреженской. Там, в Барнауле. Но сначала здесь мы сидим, в Метрополитии, епископе, в Синоде, в Нью-Йорке. И я им рассказываю все о потеряльке и говорю, у тебя жития святых насчитывал. Единственный епископ, который всю церковь возвел на небо, 32 тысячи человек, это Анфимий Камедийский. Можно нам святого Анфима сказать? Можно. И мне прислали бумагу. У меня у нас печать и все стоит где-то. А когда там было, ну а житие святого известно, 16 сентября. А здесь связано было с событием, почему я попросил. Совершенно к празднику не относилось. Наш детский лагерь был. И каждый год, когда мы его открывали, то открывали с поднятием креста. Сделали большой крест, нашли такую тонкую березку, 6-метровую. И у нас это на снимках сохранилось. Его поднимали и пели к кресту твоему поклоняемся. Но победы православным христианам, мастопротивная дарва, этого не было тогда. Православным христианам не было. И молитвословие все исключили, почему вас к этому потребовало. Как православным? А где наша победа? А тут есть мусульмане, это единое государство с разными конфессиональными обществами. Убрали. А теперь включили обратно. Даже здесь и то молитва меняется. Ее не было, этой молитвы, 70 лет. С этими словами. Православным христианам дарва. Я говорю о себе. Теперь креста воздвиженская. Это связано было с поднятием креста в лагере. Попросили. А теперь, теперь эту дату. А дата, она известна была 27 сентября, как сегодня. И в это время стали говорить, что назвали крестовоздвиженскую общину нашу, потому что в это время я обратился. Откуда взяли, не знаю. Я стал искать, когда я обратился. Когда этот день моего покаяния было. Когда я, как, впервые увидел Библию, увидел впервые. Коснулся к ней. Я не знаю. А ведь прошло всего-то или чего там 30 с лишним лет. Притом я живой. А это 300 лет. Какая дата? Я повторяю дальше. Я начинаю смотреть. Санитарная книжка. Как я поступаю на корабль. Да, я уже работал на корабле. Теперь корабль в каком порту был, я стал смотреть. Как у меня экзамены, где уже шли. В это время в каком порту? Клайпеды ставили или Венскусы. Все стал соединять. Очень близко сходится к 27 сентября. И я так. А может 28 у меня было? Не могу сказать. Ну так уж принято. А это 300 лет. Прошли поколение из поколений. Ни одной записи не было. Проходит еще после этого там 300-500 лет. И тогда решили сделать праздник. Почему я стал дальше исследовать? Праздник был только один. В христианской церкви. Один. Пасху не считаем. Это праздник праздников. Один. Рождество вообще не отмечали. Первое христиане. Первый год, второй, третий. 100 лет, 200, 300. Рождества нет. То есть Рождество есть, а празднования нет. А какое? Богоявление. А почему? Богоявление это начало открытой пропади Христа. Православие вообще, наверное, кто-то все забыто. А что такое имеление? Крещение. Ну а дальше-то. Отец досвидетельствует сына и возлюбленный. И здесь начинается общественная деятельность Иисуса Христа. Ему исполнилось 30 лет. Раньше 30 лет не было ни одного священника. И канон такой говорит. Шестой Вселенский Собор, 14-15 правила. Он не действительный. А сегодня их подряд там Юнсов ставят. Между прочим, Никон и Аваком, Боба. 21-23 года положено. Хотя столглавый Собор еще два правила унес. Не ставит раньше 30 лет. Это несовершенный еще человек. Я к тому подвожу, что узнать ничего нельзя было. Нельзя. И в это время стали думать. Какой праздник еще сделан? Рождество. А в каком году его сделало Рождество? В 532 году. Пять столетия. В 32-м году, в 33-м Христос распят. Ровно пять веков вообще не отмечали. А как? А его прислоняли к празднованию Богоявления. Богоявление главное, а Рождество второстепенно. Почему? Через уши проповедь зазвучала. Деяние апостолов 8-4 говорит. Гонение было страшное. Но самое сильное златоут, говорит, остались в Иерусалиме апостолы. А рассеявшиеся женщины, бабушки, дедушки, внуки, правники, рассеявшиеся, их разогнали, ходили и благовествовали. Они воздвигали крест от вселенной. Крест это страдания. Крест это пост. Это не праздник. Крест это кровавая пятница. И вот стали считать, что это напоминание нам как бы лишний раз, хотя это не лишний, а голгофской жертве Господа нашего Иисуса Христа, который умер за нас. Это все понятно. Это не праздник. Но надо было двенадцать. И стали искусственно составлять. Христос сколько воскресил? Ни одного празднования нет. Про Лазаря говорится, где Лазаря, когда он воскрес, стали думать, как люди не знают. Это очень интересно. И все пошло через горталь. Вера от слышания, а не через рот. А слышание от Слова Божия. Там ничего этого нет. Рыба. И впервые рыбу разделили. Рыбу нельзя, икру можно. А почему? Это жизнь, икра. И она была внутри, и рыба как гроб, а Лазарь вышел из нее. Понятно, надо было все додуматься. Это один праздник такой. Все через пищу. Когда-то масло, когда-то вино, когда-то вино и масло можно. Когда-то рыбу можно, а значит остальное. Когда-то можно есть молочное, но без мяса, масляницу. А это не два, не три дня прошло. Там шестой век. С Хадроем воевал царь. Дал обещание Богу, если я его сумею победить, то неделю не буду есть мясо. И так понравилось Малахам, тогда ввели масленица. Это разгульная масленица, широкая. Ну а мы-то при чем здесь? Это царь воевал. Тридцать лет почти воевал, и победил его. И ввели. Я говорю о сегодняшнем дне. Ничего нельзя доказать. Я православный, я соблюдаю, я молюсь, но для себя знаю. Все заключается в благовестии о Христе. Поэтому сегодня кому-то позвонить бы хорошо, кому-то написать. За нас умер Христос. Он возлюбил нас, когда мы были грешниками. Да кто согласится умереть? Разве только за благодетеля? А он доказал любовь, что умер за нас когда? И прежде создания мира, это замысел Божий уже был. Но о нем Сатана даже не знал. Воздвигнуть крест нужно перед собою и жить в его присутствии. А чего вы деревяшки поклоняетесь? Нам сектанты говорят. Нет, мы поклоняемся кресту, на котором Христос распят, на котором Он висит. Не отдельному дереву. И крови спасены, крови креста Его, Павел пишет. Не Христа, а Креста. А почему? В Ветхом Завете, который был образом тенью будущих благ, был жертвенник. И на нем приносили жертву ягнят. Кололи, кровью укропили, клали его и сжигали. Исаак, это был прообраз Христа. Он дрова нес, как крест златоуз, говорит, и положил его на жертвенник невинного и хотел принести. Вот это все надо знать для себя. И вот, говорит, жертвенник освящался семь дней, и был святыня великая, и теперь кто к нему прикасался, освящался. И тогда мы говорим, Христос назван жертвой. Ну да, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, Евангелие Теанна 1,29. Ага, значит, это жертва, а куда положили ее? На камни, 12-12 камней жертвенник был? Нет, на крест. Вот почему мы поклоняемся. Жертвенник – это святыня великая. А поднимает крест, воздвигает священие, поднимает, благословляет. Никакому возвижению праздник не устанавливался. Повторяю. А почему? Соединить пытались как-то. И назвали праздником. Повторяю. Скорбный день – это не праздник. Он никогда не был. Мировой истории этого не было. Ну как? Сдали город и любили царя. И кто это празднует? Отмечают, да? Скорбные даты. Стреляли царя с 17 на 18 июля. Ну это понятно. Говорю для того, чтобы мы разумели, когда на нас будут кто-то нападать, что вы крестопоклонники, А мы можем сказать, в катакомбах Рима найдено изображение, относящееся к первому веку, где юноша стоит перед крестом и кланяется. Их обзывали так язычники. Мы кланяемся не самому дереву. Мы кланяемся повешенным на древе. Он наш спаситель, которого положили на жертвенник. А прикасающийся к жертвеннику, освещается и в это святение великое. Остальные все праздники просто придумывали. Вот ты заметьте, даже отмечают, когда успение Богородицы, рождение, а Евангелие считается одно и то же, совершенно не относящиеся. Нет этих событий в Библии. А его надо было подогнать к 12 цифру. Из одного праздника сделали 12. И все они должны быть направлены для прославления Бога. Они боговодичные, они господские, а этот возвижение креста к жизни Христа не относится. Даже господским нельзя назвать. Совершенно искусственно приняты. Но мы православные, Бог наделил нас разумом, и мы скажем, благодарение Богу, что есть этот праздник возвижения, что наша община так названа. Это напоминает еще раз, что крест был воздвигнут на Голгофе. Мой грех, мое безумие, мое отступничество привлекли спасители ко мне. И Он взошел на этот крест, а написано проклят, висящий на древне. Он принял проклятие на себя. И сегодня, поклоняясь Кресту Твоему, поклоняемся. Мы поклоняемся Агнесу, висящему на кресте, умершему за наши грехи. И когда говорят этот праздник, вы сумеете людям показать, это скорбная, кровавая пятница. К ней относятся. Там был воздвигнут этот крест. А сегодня будто бы там голова Адама была рисует, поэтому на него кровь пала Адама. Ну что угодно говорят. Ничего мы этого не знаем. А я зато четко взял формулу. С чего нет Библии, о том не рассуждаем. А это я говорю исторические данные, которые, ну, нельзя никак по-другому. 532 год. И все еще дата идет, летоисчисление, не от Рождества Христова, а от рождения самого лютого гонителя, Диоплетиана, который издал 4 эдикта против христиан. Первое. Сдать все Евангелие. Второе. Смещенники должны стать на учет и гнать. А последний такой был. Ты встретил христианина, не надо арестовывать еще. Что в руках есть, тем убей и убивай. Половина имени твое. И от него, Христовой Церкви, шло летоисчисление. И одному монаху дали, высчитать, когда Пасхария будет, когда Пасха, Деонисий Малый его зовут. И он стал считать. И раскладывает, как таблицу Менделеева эти. И видит, через 532 года Пасха попадает в те же дни, в те же числа. И тогда подумали, а может это указание, что Христос родился. И сказали, давайте считать первым годом. 532 года назад, а сегодня 533 пойдет. Сегодня доказана ошибка в 4 года. Сейчас идет не 2018, а 2022. А пока узнали. И раскопки все показали. Ирод умер на 4 года раньше. Только и всего. Ирод не мог дать Христа, согласно той хронологии, которую приняли по Деонисию Малому. Да и у нас все то, что Юлиановский календарь. А кто его придумал? Юрий, Цезарь. А сегодня какой? Папа Григорий. У нас Григорианский календарь. Новые старости, 13 дней разница. Мы должны это знать. И за все, что Бог дал, о чем я говорю, прославить Бога. Что были люди, которым это было открыто, которые нас привели отметить этот день, напоминающий окровавой, страшной пятницы, которая была ранее меня. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.